Безладовая бас-гитара Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео, как вы уже догадались, мы с вами будем обсуждать такой замечательный, такой прекрасный инструмент, как безладовый бас. Несмотря на то, что он прекрасный, замечательный, довольно мало материалов в интернете, довольно мало каналов, которые посвящены безладовому басу, вообще довольно редкий, на самом деле, вариант инструмента безладовый. Но так получилось, волю судеб, что 5 месяцев назад, где-то в июне месяце, я обезладил свой бонес, отнес его к мастеру, и сегодня я расскажу, что у меня получилось, вот я уже играю 5 месяцев на нем, сделал определенные для себя выводы, поэтому хочу с вами, собственно, поделиться, спешу поделиться с вами, что у меня получилось, и рассказать про этот замечательный бас. Но попутно еще мы затронем самую основу, самое сердце бас-гитары безладовый, вообще безладового инструмента. Мы сегодня поговорим о ключе, о самой основе, о том, что без чего невозможно играть, в общем-то, на безладовом инструменте. Так что давайте начинать уже поскорей. Расскажу немножко о том, как появился на свет вот этот безладовый инструмент. Изначально он был ладовый, кто смотрит давно мой канал, тот знает, что раньше здесь были лады, теперь их нету. Это произошло по причине, потому что я сел, подумал и решил, зачем мне столько ладовых инструментов, должен быть один безладовый. И не жалею, на самом деле, и хочу рассказать историю. Значит, здесь накладка из палисандра, были варианты разные, то есть пути были абсолютно разные, можно было снять абсолютно накладку, сделать из черного дерева. Но так как здесь довольно толстая, посмотрите, накладочка, видите, она палисандра и очень толстая, не знаю, видно. В общем, довольно хороший запас. Я решил, что нужно израсходовать сначала вот это. Тем более здесь хорошее дерево, уже высушенное, 1984 год, как-никак. Поэтому здесь осталась накладка палисандровая, я не стал ставить черное дерево. И мне нравится звук палисандра больше, потому что, на мой взгляд, на мои уши лично, это, конечно, субъективно все, у каждого свой взгляд. Здесь, конечно, как сказать, палисандр дает более такое теплое звучание, а черное дерево какое-то немножко синтетическое, придает какой-то синтетичности звуку. Вот, поэтому, на самом деле, звук палисандра мне нравится больше. Конечно, оно разрушается быстрее, это дерево. Здесь уже появляются, как сказать, такие вмятины, уже появляются следы. И, естественно, появятся дырки на накладке. Со временем я в этом, конечно, появятся, без этого никак. Потому что, опять же, палисандр мягче, чем черное дерево. Но, не намного там, на самом деле, мягче. На черном дереве тоже будут у вас и дырки возникать со временем, и отметины появляться. Вот, просто, может быть, чуть дольше времени будет проходить. В любом случае, это такая накладка требует, может быть, даже ежегодного ТО, ежегодное по ходу к мастеру полировки. Вот, и здесь у нас нестандартный подход, необычный я решил сделать. Во-первых, оставил я палисандр, и вместо ладов здесь у меня кленовые вставки. Мне мастер сделал такие кленовые, сюда кусочки как бы вклеил. И я долго боялся, когда отдал инструмент, боялся, что когда, знаете, лады вытаскивают из инструмента, все равно гриф становится не такой жесткий, он может быть не такой стабильный. Вот я этого боялся. Но вроде пронесло, вроде нормально все, уже 5 месяцев я играю, могу что-то уже сказать, какой-то результат. Собственно, поэтому видео спустя столько времени мне нужно было попробовать. В общем, гриф стабильности не потерял. Я один раз подкрутил, вначале где-то подстроил. В общем-то, 5 месяцев он у меня играбельный. Я спокойно беру и играю на этом инструменте. Значит, здесь опять же кленовые вставки. Струны я ставлю сюда обычные круглые, я не ставлю плоские. Мне не нравится, как звучат плоские. И я как-то давно-давно-давно-давно, еще до канала, еще миллион лет назад, я ставил плоские струны, без лат у меня был, я его продал. Ну, это вообще очень другая история. И, собственно, я ставил плоские струны, мне вообще не понравилось. Звучит очень глухо, звучит, ну, просто как контрабас. Ну, как бы зачем? Бас-гитара это все-таки не контрабас. И смысл делать из бас-гитары контрабас? Пропадает эта красота верхов, он становится такой очень, очень дубовый звук, мне не понравилось. Поэтому я ставлю обычные круглые. И, конечно, для накладки это очень печально. Будут возникать у вас здесь метки, будут возникать дырки. Но, опять же, без полировки все равно никак. И там те же контрабасы, всегда накладка полируется, и все без лат у инструмента, это вот такое вот... Ну, как сказать... Такая вот цена вот этого прекрасного звука, без лат у инструмента, вот этой красивой мелодии, вот этих вот верхов, вот этого бархатистого, мяукающего звука, такова цена, без этого никак. Любой без лат у инструмента подвержен этому. Вот, собственно, история, история этого инструмента. Как я сказал уже ранее, без латовая бас-гитара это довольно редкий инструмент, специфичный, узконаправленный. И не каждый бас-гитарист, даже профессиональный, даже, который имеет большой опыт, берет в итоге в руки без латовый бас. Очень мало информации на ютубе, практически по пальцам пересчитать каналы, которые бы посвящены были без латовую басу. И скажу сразу, я вдохновлялся перед тем, как снимать это видео, каналом такого турецкого музыканта, его зовут Дженк Эрдоган. Очень интересный гитарист, который играет на без латовой классике, на без латовой электрогитаре. И я бы сегодня хотел с вами поделиться упражнением, которое он придумал, которое он предлагает для того, чтобы осваивать без латовый инструмент. Это не обязательно, например, бас. Без латовых инструментов много. Те же гитары играют, те же скрипки, те же контрабасы, а у них нет ладов. И, в общем, сегодня мы сыграем такое упражнение, которое вам поможет понять сущность без латового инструмента и начать быстро играть. Даже если вы профессионал, это вам тоже поможет. А если вы новичок, то уж тем более. И, на самом деле, ключ к без латовому инструменту, основа его, сердце, это, конечно же, четкое интонирование, попадание в ноты. И этот навык нужно развивать сразу. Упражнение довольно простое, но суперэффективное. Мы играем небольшие паттерны, к примеру, из трех нот в две октавы, начиная с первой позиции. Играем максимально ровно, без всяких легата, без всяких вибрато, подтяжек и прочих выкрутасов. У нас должна получиться чистая длинная нота. Давайте посмотрим. Допустим, первая позиция, первые три ноты у нас будут ми, фа и соль. Мы сыграем по два раза будем играть. Смотрите, ми, фа, соль, ми, фа, соль. Еще раз. Ми, фа, соль, ми, фа. И я беру в конце открытую соль, чтобы проверить, строю ли я, попадаю ли я в соль или нет. То есть, например, вот так. Вот таким вот образом. Мы настраиваемся, слушаем. А дальше мы развиваем наш паттерн и играем следующие три ноты. А у нас следующие три ноты будут фа, соль и ля. Также в две октавы в первой позиции. Давайте посмотрим. Фа, соль, открытая ля. Фа, соль, ля. Фа, соль, ля. Фа, соль, ля. Вот тут я сыграл. Немножко не дотянул, видите? Вот тут я сыграл, соответственно, ля на первой струне и соль открытую. То есть, можем чередовать и сравнивать. Например, смотрите. Соль, ля, фа, соль, ля, фа, соль, ля. Вот таким вот образом. Видите? Звучит одинаково. Я играю в разных позициях и тем самым проверять могу себя, строю ли я, попадаю ли я в ноты или нет. Дальше опять двигаемся вперед, добавляем следующие три ноты. У нас будут соль, ля и си. Смотрите. Соответственно, разные варианты пробуем. Разная аппликатура и они должны звучать одинаково. Смотрите. Соль, ля, си. Соль, ля, си. Соль, ля, си. Соль, ля, си. Ну, начал вибратор играть, но это не надо. Это не допускайте. Надо все прям взять себя в руки и просто извлекать ноты. Соль, ля, си. Опять начал играть. В общем, легаты не надо допускать. Давайте посмотрим еще варианты этой аппликатуры. Соль. Соль. Ля, си. Соль. Ля, си. Соль. Ля, си. Соль. Ля, си. И они должны звучать одинаково во всех аппликатурах. Вот таким вот образом. Это такое медитативное упражнение. Это сидеть, слушать каждую ноту, чтобы она идеально строила, чтобы она попадала. Можно, кстати, использовать, к примеру, записанное фортепиано. Ну, например, записать на миди-клавиатуре эти ноты, потому что миди-клавиатура-то точно строят идеально. И сыграть именно в унисон с фортепиано. И будет сразу абсолютно слышно, попадаете ли вы или нет. Как мы уже выяснили, ключ к пониманию, ключ к игре на безладовом инструменте, это чёткое интонирование, попадание в ноты. На моём инструменте есть метки, на многих инструментах есть метки, но это не значит, что вы будете сразу попадать, и всё будет у вас хорошо. Нет. Это совершенно не про это. Это больше про удобство. К примеру, здесь всё гораздо тоньше. Здесь, например, я, если зажимаю ноту, вот скажем, ноту до, я её зажимаю прямо на самой метке. Если я на ладовом инструменте чуть-чуть до лада зажимаю, то есть где-то вот тут зажимать должен, то на безладовом я должен зажимать прямо на метке. И, соответственно, здесь я могу чуть-чуть изменить угол пальца. Вот я буквально на одном месте, видите. Я его начинаю крутить, у меня звук меняться начинает. То есть здесь малейшие нюансы. Угол пальца расположения. Чуть-чуть вы трясанули руку, всё, нота съехала. То есть здесь нужно играть гораздо тоньше. Воспитывать вот это вот постоянство, одинаковость нажатия. Малейший какой-то сдвиг уже даёт другую ноту. На ладовом такого нет. Если я поставил до лада, я хоть вот так, хоть вот так, хоть вот так, хоть здесь, хоть тут. Нота будет до. Но безладия так не работает. Здесь нужно чёткое, такое стабильное звукоизвлечение. И метки здесь вам не помогут. Всё равно нужно вот это вот интонирование, над интонированием работать. Вот тем же упражнением, которое я показал. И без этого никак. После того, как я обезладил этот инструмент 5 месяцев назад, я сразу нашёл ему отличное применение. Это игра мелодий, игра тем, игра джазовых стандартов, аккомпанементов. И это действительно круто. Мне очень нравится, как звучит безлад, как в мелодиях. Как звучат мелодии на безладном инструменте. Это действительно очень красиво. Это добавляет мелодиям, темам дополнительной глубины, красоты. Пропадает, понимаете, вот этот вот какой-то лязг металлический, понимаете. Какие-то призвуки, обертона, вот этих вот, какие-то такие вот лишние скрипы. Это всё становится более так по ламповым, по винтажным, ближе к традиционному джазу, к таким направлениям. В общем, это, конечно, особый мир, это, конечно, не ладовый инструмент, здесь свои нюансы. И, опять же скажу, я нашёл его в джазовых стандартах. На Boost я в основном его записываю. У меня там собирается, я делаю огромную библиотеку джазовых стандартов. Вообще аналогов в мире просто нету. Это такие рабочие комплекты, мелодия, бас, минус, которые вы можете сами взять и поиграть. Именно здесь я нашёл именно отличное применение безладового баса. Это глубина и очень такая супер красота, конечно, звучания мелодий, стандартов и само вот это ощущение. Вот такая вот, вот такое вот нашёл я применение. Вот такой у меня получился инструмент. Посмотрим, что будет дальше, насколько будут дырки появляться, насколько долго проживёт накладка, буду ли я менять вообще на чёрное дерево в итоге. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Но пока что я доволен, пока что я доволен результатом. Это, конечно, новый мир, новые ощущения, можно сказать, новый инструмент в арсенале. То есть не такой, как Эллад, конечно, отличается довольно сильно. Вот такая вот у меня сегодня была для вас информация, дорогие друзья. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал, традиционно лайки ставьте, заходите на Boost, конечно же, заходите в ВК, есть телеграм-канал, туда я тоже что-то иногда постчу. В общем, всё, как обычно, традиции, никуда от них не деться. Традиция есть традиция, понимаете. К тому же это всё помогает алгоритмам, понимаете. Поэтому алгоритмы нужно тоже помогать им. Всё, всем пока, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok